Здравствуйте, дорогие мои друзья, соратники, ну и, конечно же, случайные зрители. Мы вот тут с товарищем майором посовещались и решили несколько изменить формат наших выпусков. Ну вот, например, раньше все происходило в жанре занимательной публицистики. То есть, по сути, моей первостепенной задачей являлось привлечение внимания зрителя к Кольскому полуострову и северо-западу Мурманской области. Вернее, к удивительным, на мой взгляд, событиям, которые там происходили, ну и, конечно же, к тем артефактам, которые там находятся. При этом я никогда не называл себя историком и не претендовал на истину. Более того, ни в одном из своих выпусков я никогда не делал никаких выводов, оставляя это право за вами. Максимум, что я мог себе позволить, это выдвинуть какое-либо предположение, либо гипотезу. То есть, по сути, я делился с вами тем, что видел сам и что лично меня заинтересовало. Ну а в рубрике, которая называется «Сказки дедушки-шамана», я рассказывал вам удивительные истории, которые происходили не только со мной, но и с моими друзьями во время наших путешествий по Кольскому полуострову. Для кого-то из вас эти сказки так и останутся сказками, ну а для нас это та самая часть жизни, о которой приятно и интересно вспоминать. Ну и помимо всего прочего, на некоторые вопросы, которые мы считали для себя тайнами, нам удалось найти ответы. Мы выяснили, кто и когда построил ту самую канатную дорогу, которую называли железной гидрой и существование, которой само по себе отрицалось долгое время. Раскрыли тайну Кольских пирамид, вернее тайну того, что за них выдают, затронули тему лабиринтов, ну и, надеюсь, поговорим еще о Сейдозере. Впрочем, не только о Сейдозере мы с вами будем разговаривать, помимо всего прочего, мы затронем ряд любопытных моментов, касающихся Кольского полуострова, и также постараемся найти на них ответы. Так что же изменится в самом формате, спросите вы? Ну, во-первых, начиная с этого выпуска, мы начнем двигаться вглубь веков, опираясь на ту доказательную базу, которую нам удалось собрать. Уделяя тем самым внимание историческим событиям, которые происходили на Кольском полуострове и его северо-западе, и о которых официальная история не то чтобы умалчивает, она просто обходит их стороной. Также мы попытаемся восстановить хронологию происходящих событий в тот или иной период, потому что сейчас у официальных историков это выглядит так. Вот тут мы играем, здесь не играем, ну а это, это я рыбу заворачивал. А то у них стоянки древнего человека на рыбачьем 8 тысяч лет до нашей эры, поселение на Оленем острове 2000 лет до нашей эры, а все остальное возникло буквально вчера и непонятно каким образом. И вообще, ты кто такой, чтобы с нами, с именитыми историками, спорить? И вот именно для того, чтобы с вами спорить, мы теперь и будем ставить вам в противовес таких же именитых историков, археологов и исследователей. А статьи товарища майора теперь будут выглядеть как монографии. Для этого он приступил к созданию собственного архива, который будет всегда в свободном доступе и ссылки на который будут не только у меня в описании, но и в его статьях, причем для удобства пользования это все будет еще и пронумеровано. Как говорится, вашим же оружием против вас. Ну и теперь, прежде чем выдвинуть какое-то обвинение, вы сначала идете в архив, находите там документ, на который мы ссылаемся, и уже этот документ вы и пытаетесь опровергнуть. Неловкая ситуация, не правда ли? Зато теперь все будет честно. Вот о таких вот изменениях нашего формата я и хотел вам, собственно, и рассказать. Все остальное останется без изменений. Будут сказки и будут выпуски, посвященные тем или иным моментам, которые лично меня очень сильно удивляют. И в самое ближайшее время я хочу показать вам один очень интересный объект, которому я пока даже название придумать не могу. Ну вот такое вот подведение итогов этого сезона у меня, собственно, и получилось. Вы спросите, а почему именно сейчас я решил подводить какие-то итоги? Так все просто. Дело в том, что 26 ноября этого года исполнится ровно 48 лет, как я нахожусь в этой реальности. И да, вы не ослышались. Именно 26 ноября мне будет без двух лет полтинник. Но тем не менее, 26 числа я поздравления с удовольствием принимаю и подарки тоже. Кстати, о подарках. Я давно задумывался о покупке камеры. Ну, потому что реально надоело снимать на калькулятор, напрягать друзей и соратников. В общем, хочется иметь что-то свое. И я не то чтобы даже намекаю, я откровенно говорю, что с удовольствием приму любую вашу материальную помощь в качестве подарка. Ну а номер карты, как всегда, в описании под роликом. Ну а теперь я предлагаю вам посмотреть первую часть выпуска, который будет выходить под рубрикой «Неизвестная история Кольского полуострова». На Кольском полуострове есть одна весьма характерная закономерность. С этой закономерностью в той или иной степени сталкивается любой исследователь Кольского полуострова, особенно в тех случаях, когда речь идет о древних археологических памятниках, которые были найдены учеными и археологами конца 19-го – начала 20-го века. Так в чем же заключается данная закономерность? А все очень просто. В тех местах, где проходили археологические раскопки, в особенности это касается тех мест, где действительно было что-то найдено, тут же образовывалась какая-нибудь супер-секретная воинская часть, военная база, место объявлялось территорией ЗАТО, и тут же все наглухо закрывалось. И эта история продолжается по сей день. Ну, в той или иной степени, разумеется. То есть там, где открыли, там уже ничего нет, либо куча условностей и ограничений, либо есть, но привлекут за разглашение гостайны. Об этом, кстати, я обязательно расскажу вам в одном из своих выпусков. И ладно бы эти места просто закрывали, но этим же ничего не ограничивалось. Буквально на месте раскопок и возникала та или иная воинская часть. Ну, а теперь давайте перейдем к конкретным примерам и фактам. В 1935 году на полуострове Рыбачий археолог Борис Федорович Земляков обнаруживает и частично исследует стоянки древнего человека. Датировка этих стоянок ни много ни мало 8 тысяч лет до нашей эры. Это, безусловно, стало сенсацией и даже вызвало необходимость создания ряда научных международных конференций с общей тематикой «Вопрос проблемы арктического неолита». Что неудивительно, ведь открытие подобного рода меняет представление не только о заселении Кольского полуострова, но и противоречит представлениям историков об истории так таковой. А началось все в 1880 году, когда ученый по фамилии Зандерберг в месте захоронения Аники Воина, который считался до сего момента мифическим персонажем, обнаружил скелет гиганта. И мы предполагаем, что именно этот факт, который в свою очередь опубликовал в одном из своих научных трудов Генрих Федорович Гебель, побудил Землякова к комплексному исследованию полуострова Рыбачий. О якобы мифическом персонаже Аники мы обязательно с вами поговорим в одном из последующих моих выпусков. Особенно интересны его взаимоотношения с преподобным Трифоном. Но пока я отложу эту тему в сторону, а для тех, кто нетерпелив и хочет узнать побольше, наберите в любом поисковике словосочетание Аника Строганов. Ну и та информация, которую выдаст вам поисковик, не то чтобы даже удивит вас, скорее она вызовет вопрос. Ну а ты-то тут каким боком? Однако вернемся к нашей теме. Результатом комплексного исследования полуострова Рыбачий, которыми занимался земляков, это обнаруженные им стоянки и поселения, которые возглавляют таблицу официального реестра культурного наследия нашего края по срокам давности от 6 до 8 тысяч лет до нашей эры. Но, как говорится, гладко было на бумаге. По факту, как вы видите на этой фотографии, ни о каком сохранении наследия даже речи не идет. Изначально я, конечно же, думал, что это совпадение, но когда составил личный реестр всех объектов, найденных в 30-х и 40-х годах археологами и проехал сам по этим местам, то понял, что таких совпадений не бывает. Посмотрите для наглядности карту с нанесенными археологическими объектами в отчете трудов комиссии по изучению четвертичного периода 1935 года. На этой карте как раз и изображены все объекты археологических находок, сделанные земляковым. Ну а поставленные мною красные кружочки говорят как бы сами за себя. Аналогично обстоят дела с величайшей и уникальной находкой сохранившегося погребения, датированного вторым тысячелетием до нашей эры на Оленем острове, неподалеку от города Александровска. Сюжет повторяется. Уникальное погребение, найденное в 1930 году, буквально через три года превращается в песчаный карьер, вдруг появившегося там военного гарнизона. Вот прям удивляет, что места рядом мало или островов. Но вот как наши военные умудрялись строить коробки казарм и делать карьеры именно в том месте, где находятся памятники археологии? Тут не один год тратишь на поиски, пробивая буквально квадрат за квадратом. А они раз пришли и в точку. Молодцы какие! По этому конкретному случаю приведу фрагмент из отчета отдела материальной культуры РАН от 2006 года, который подтвердит сказанное выше. В 1934 году Полярный, он же Александровск, стал базой Северного флота. И в ходе строительства береговых укреплений на Большом Оленем острове на месте могильника был устроен карьер по добыче песка. Во время работ военным инженером А.В. Цыпленковым, надеюсь я правильно поставил ударение, был собран археологический и антропологический материал примерно из 25 погребений. Четыре предмета были им переданы в Музей антропологии и этнографии Академии наук СССР. А вот судьба остальной коллекции неизвестна. Нет, ну кто бы сомневался. И вот тут наше мнение с товарищем майором несколько расходятся. Он не считает, что объекты специально уничтожались по чьему-то приказу, но факты-то остаются фактами. А я вот, например, думаю, что все находки попросту присваивались. Единственное, что объединяет наше мнение по данному вопросу, это то, что определенные места просто притягивают исторические события и побуждают людей селиться или строиться именно в определенном месте. А причем я лично эту мысль уже озвучивал в одном из своих выпусков, ссылка на который будет в описании, где не только у меня, но и у остальных участников нашей команды возникали вопросы по поводу некоторой смешанности стилей построек. И вот тут я хочу выступить в качестве защитника наших военных, потому что не только они ставили свои военные гарнизоны и базы на местах более древних поселений. Этим грешили и немцы. Но это мое личное мнение, которому не обязательно прислушиваться и брать его в расчет. Но вернемся в Александровск. Ведь это, по сути, интереснейший город, который расположен, я не побоюсь этого слова, в уникальном месте. Но в данном контексте это место уникально в связи с огромным количеством происходящих тут исторических событий. А теперь давайте разберемся, что же побуждало людей селиться именно здесь. Ведь, по сути, это одна из сотен подобных гаваней и фиордов на Кольском полуострове. Попробуем пройти исторические события с самого раннего зафиксированного документа и, не давая никаких оценочных суждений, просто поищем в документах объяснения самих участников этих событий, что они думали и почему тут происходило то или иное. Если посмотреть на карты, составленные до 1570 года, то по существующим на них топонимам, кола и тому подобное, и узнаваемым контурам, несложно определить место будущего расположения Александровска. На всех картах это место входит территорию Биармии, простирающиеся от некого озера Лакус Альбус. Возможно, это Ладога или Онега до самых северных оконечностей, захватывая большую часть Карелии и Кольского полуострова. В этой части отмечен город или поселение, который называется Кегор. А это не что иное, как название крупного торга, а по сути это первая свободная торгово-экономическая зона на севере. И пока мы это просто отметим как факт. Далее нам известно, что данный участок земли был выкуплен образованным в 40-х годах 16 века Печенским монастырем у неких мономашских, мономанских лопарей. Через ряд сделок и уже в 1574 году в податной книге среди оброченных угодий Печенского монастыря отмечаются сенокосные угодия в Кольской губе за Оленем островом Поженке. Или Поженке. Вот честное слово, не знаю, как правильно ставить ударение тут. Кто такие мономашские лопари, которых европейцы упорно называли мономанскими, с основным городом Мономанском, который был расположен в месте будущего Кельдинского погоста и современного Мурманска, мы пока рассказывать не будем. Оставим эту тему на потом, потому что она обширна и потребует тщательного расследования. Пока для себя мы зафиксируем тот факт, что с 1570 и вплоть до 1723 года земли на месте будущего города Александровска использовались Печенским монастырем в рамках хозяйственной деятельности. И вдруг, ни с того ни с сего, 8 ноября 1723 года Петр I подписывает указ о создании казенного кольского китоловства с установкой промысловой базы именно в гавани, впоследствии получившей название Екатерининская. С 1724 по 1725 год тут строится гавань для зимовья и починок кораблей и прочих судов, и при этом три избы для купоринья бочек, четыре амбара для клажа-правианта, кузницы, два сарая, компанийский двор, а в нем четыре ямы сальных, меди в салогрейных котлах 105 пудов и 2 фунта, шесть чанов сальных, две избы с сенями, до кузницы, шесть магазинов-складов, погреб, амбар, лошадь при том дворе и пристань для выгрузки. Пока у нас нет однозначного ответа, что побудило царя к такому решению. Возможно, повлияли китобойные успехи иностранцев и рассказы кольского воеводы о случаях выбрасывания китов на берег в разных районах полуострова. Кстати, одно из таких мест так и называлось Китовка, которое впоследствии переименовали в Титовку. Кстати, вот тоже вопрос, кто и с какой целью занимался вот этими всеми переименованиями. И ведь это касается не только Титовки. Ну вот, например, зачем нужно было переименовывать речку Моотку в Малую Лицу? Кстати, сам факт выброса китов в древности в этом районе так до конца и не обоснован с научной точки зрения. Также ученые не могут найти объяснения и другому факту, почему на сегодняшний день он практически прекратился. С местом выбора строительства тоже загадка, но вот прям ткнул пальцем в карту, ну как обычно, и город моментально возник. А ведь Петр в этих краях ни разу не был. И гавань, которая до этого называлась просто корабельная, он назвал в честь своей жены Екатерины. И вот казалось бы, что при такой серьезной материальной базе компания должна была процветать. Однако этого не случилось. Киты, как заговоренные, на несколько лет ушли далеко от берегов и перестали выбрасываться. За четыре года было добыто всего четыре кита. Они там даже комиссию организовали. И знаете, кого назначили виновником? Голландцев. Да-да, они так и сказали. Это все происки голландцев. Вот ничего не меняется. Ну а дальше хуже. В 1925 году умирает Петр I, и китовый промысел на Мурмане постепенно приходит в упадок. Оставшиеся от предприятия постройки в Екатеринской гавани стали использоваться как жилые помещения для промышленников и мореходов. Нет, ну мореходы понятно, а промышленники там откуда взялись. Но самое забавное, знаете что? Буквально сразу, после ликвидации предприятия, киты снова появились у побережья в большом количестве. И по воспоминаниям академика Ивана Лепихина, в 1772 году прямо возле колы застряло сразу пять китов. Но вернемся в нашу гавань. В 1741 году, как всегда неожиданно, для нашего места это нормально, в гавань приходят сразу четыре фрегата. Вот как описывает это в своем историческом труде «Северные войны России» Александр Борисович Ширократ. Святой Пантелеймон, Святой Исаакий, Элеферм и Аполлон в июле 1741 года отправились из Архангельска в Кронштадт. Но по неведомым причинам, дойдя до Кольского полуострова, решили перезимовать в незамерзающей Екатерининской гавани. А летом следующего года эскадра выдвинулась назад в Архангельск, куда и прибыла 22 июня 1742 года. Как вы только что услышали, именитые историки и ту не могут объяснить некоторых действий и событий, связанных с этим местом. Что конкретно заставило эти фрегаты оказаться в Екатерининской гавани? Нет, ну была, конечно, выдвинута гипотеза, что, мол, шведов испугались. Хорошо. Ну а что тогда заставило вернуться? И что происходило на зимовке? Это так и остается загадкой. Но то, что эта зимовка, или все же это место, повлияло на дальнейшие события, говорит то, что сразу после этого в Коло выехали командированные Адмиралтейской коллегией лейтенант Винников и геодезист Зубов с заданием сделать карту гавани, чтобы узнать, удобно ли будет в зимнее время стоять там кораблям и фрегатам. И к защищению их сделать обороны, а для клажа провианта и материалов построить магазины и для служителей покои. Все лето 1741 года производилось описание Кольского залива и составлялись карты местности. И снова неудачи. Адмиралтейская коллегия сочла полученные от карты недостаточными. В 1742 году на помощь Квинникову для съемки плана будущей крепости прислали опытного инженера. И вот уже на этот раз задание было выполнено. Появилась надежная карта Кольской губы со всеми заливами Екатерининской гаванью. И на этом на сегодня, пожалуй, хватит. Я, в свою очередь, искренне надеюсь, что после просмотра этого выпуска вы узнали для себя много нового и интересного. Напишите, пожалуйста, в комментариях, удалось ли нам осуществить то, о чем я говорил в самом начале этого выпуска. Спасибо вам за внимание и всего вам доброго! Да что вы все пишете? Это халтура пока!